всем привет я сергей латыпов и вы смотрите канал аэронат спасибо что вы были с нами весь прошлый сезон и в этом году мы подготовили для вас что-то более безбашен а именно 2010 году мы увидели как люди летают над альпами это были пилоты из россии они привозили куча фотоматериала и рассказов мы слушали их захлеб и подумали а почему бы и нам не отправиться в горы и в 2010 году было решено участвовать в зимней фиесте в фельдсмассе в альпах накануне этого события мы приняли решение сделать красочный прицеп для того чтобы привести нас воздушный шар через всю европу нужно было изобразить воздушный шар александра будко и воздушный шар сергея латыпова на фоне гор ведь полета нам предстояли в горной местности но и как только я стал это делать мне пришла мысль а почему бы не изобразить не просто на фоне абстрактных сооружений а почему бы не изобразить это на фоне главного достопримечательности нашего кавказского хребта а именно эльбруса и зимой 2011 года в январе мы отправились вот-вот с таким вот красочным прицепом да на котором были изображены аэростат александр будко и мой аэростат на котором я летаю на фоне эльбруса ну а участвовали мы вот на этом аэростате 3 тысячи кубических метров с названием аэронат да все вообще все вырежу конечно не переживайте тут все пилят что-то там рубят кость так что ну вот целых восемь лет мы к этому шли с 2010 года мы ездили летать в горы ежегодно в семнадцатом мы совершили свой полет через кавказский хребет ну и сразу после этого полета мы вместе встретились и решили что нам необходимо лететь на эльбрус так как полет над эльбрусом может проходить на высоте до семи тысяч метров там разряженная атмосфера и невозможно предугадать что произойдет с нашим воздушным шарем вдруг он лопнет ну или по крайней мере у него перегреются стропы и выдаются парашют и поэтому мы решили пройти подготовку афф а именно научиться прыгать с парашютами это происходило на аэродроме крутится что в рязанской области мы решили пройти курс аэфф это курс accelerated free fall вот он с помощью пасеки прыжков дает вам возможность познать навык прыжка с парашютом возможно представить что тебя ждет наверху поэтому каждый ходит что же там будет что же там будет пока не поднимешься не узнаешь что что будет вот народ с открытыми парашютиками вот здесь есть возможность уложить парашюты укладываются вот на таких вот ковриках по которым не ходят в обуви поэтому обувь снимаем он должен быть чистый чтобы в системе не было никаких лишних элементов ну вот здесь уложил парашютик собрался и дальше можно в самолетик вон самолет стоит ждет нас вот мы одеваем подвески без парашютов и прицепляемся к инструктору и будем сейчас делать эти какую тандем прыжки есть эмоции души расслабься и 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 Ты все сделал, но первое, я могу сказать, что еще не понимаешь, что происходит, эмоции зашкаливают, организм реально не знает, что это такое. Организм вообще не понимает, куда ты его толкнул, блин, ну я, это, у меня были панические приступы, вздохнуть не мог. Были. Стрессово? Ну блин, как бы этот момент, который я с собой, у меня он есть такой. Когда открывается парашют, это офигенно, согласитесь, это самое счастливое, когда он еще особенно такой. Легинка, кстати, я думал жестче будет. Самое счастливое было, знаете, что, когда были, когда прилетели облака и стало тепло. А я смотрю, у меня капля такая полетела по этому, как его... По очку? По очкам, я не знаю, откуда вода, из глаз, из слезы или что? Блин, вам круто, вы вдвоем, блин, я один. Надо пойти лишнее слить. Поехали! 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 Ну вот, запустили трубу, наша следующая очередь, пока подождем 15 минут. Мы одели берушу и идем внутрь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Офигеть просто. Я сам уже летал, да без них. Да? Да, они тут в 5 метрах болтались от меня, а я сам. Да? Вообще просто, офигеть. Народ приехал к посадке. Каждый делится своими впечатлениями. Парни делают какой-то супер рекорд. Нужно там провисеть вниз головой в девятером, потому что предыдущий рекорд это вниз головой в восьмером. Вот, это рекорд северо-запада какого-то. Короче, очень интересный вид спорта. Вот, ну а вот пришел человек, которого отказал куполу. Тоже пришел с флешкой. Попробуем увидеть, что у него там произошло все-таки в воздухе. Когда только начинают вмещать, я сразу же башка отрываюсь. У тебя лепесток. Все уже, до свидания. Все в прогрессе. Пошел ждать. Кого ждать? Что ты ждешь? Воскновец. Сальдо такой сделал. В общем, со стороны смотрится в трех. Полтавист на 100 метров. Да, надо супер быть сконцентрированным, думать о том, что ты делаешь. Попрыгив с парашютами, мы получили колоссальный опыт. Но поняли, что каждый парашют будет весить не меньше 12 килограмм, а то и 20. Не факт, что мы успеем воспользоваться именно над Кавказским хребтом. Мы поняли, что на самом деле надо больше уделить время просто простому оборудованию, кислородному обеспечению. Это важнее, чем иметь возможность спрыгнуть с парашютом. Воздушный шарон и есть парашют. Ну и для того, чтобы оказаться над самой вершиной, нам нужно было пройти подготовку над плоскогорием. Следующие несколько недель, каждый вторник на нашем канале, вы сможете увидеть новую серию с нашего приключения через Эльбрус на Шаре. Субтитры создавал DimaTorzok